Мужчина стоит ровно столько, столько стоит его слово, говорили предки наши. И это они говорили всегда. Ровно столько, столько стоит его слово. За его словом в качестве залога стояла отара овец. За слово горца стояла честь, род, кинжал. Он не мог это слово изменить, говорил, значит надо делать. А к этому этих предков что научил? Именно Ислам. Ислам призывает нас к такому отношению, сохранить слово. Как Аллах в Коране говорит, описывая самих пророков, Давайте заглянем в тафсир имама Аль-Куртуби, он говорит смысл этого аята. Он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Аллах описывает пророка, алейхи салату ассалам. Правдивый в обещаниях, сдерживал слово. Когда мы трактовку этому аяту смотрим, Имам Аль-Куртуби говорит, Вот это правдивое обещание и ее сохранение, Ненарушение этого, Является из нравов, из качеств всех пророков и посланников. А противоположное, что является, он пишет, Это, говорит, является, Слово дал, не сдержал. Согласно тафсиру Кур'ана, Это человек мунафик. Это человек грешник, фасик. А наши предки такими не были. У них крови, плоти было пропитано. Дал слово, надо соблюдать.